С 50-х годов прошлого века отделение хирургии, ныне университетской клиники Казанского Федерального университета, спасает жизни тысячи больных людей. Хирургическая помощь подразделяется на плановую и неотложную. В первом случае пациенты обращаются на прием, заранее продумывая свой визит, а затем госпитализируются с целью проведения хирургического вмешательства. Неотложная хирургия подразумевает немедленное лечение, поскольку без быстрого оказания медицинской помощи состояние пациентов может резко ухудшиться. Плановые хирурги мы обслуживаем прикрепленные к нам поликлиники, это 20-я, наша поликлиника и 7-я. Но с учетом работы нашего федерального центра, плановые больные любого района, любого города, имея направление, имея анализы, имея соответствующие заболевания, которые требуют коррекции хирургических, он полное право имеет поступить к нам, и мы, больным, никого не отказываем, если это показано. Вряд ли, наверное, в городе, а то и в республике можно найти отделение, которое 4 дня, это и речь идет о хирургическом, 4 дня в неделю оказывает неотложную помощь жителям города Казань. То есть, все-таки, несмотря на то, что мы вносим сюда плановую хирургию, пытаемся внести на протяжении последних 5 лет, огромная, скажем так, большая часть пациентов, это пациенты неотложного профиля. Врачи, оказывающие пациентам неотложную хирургическую помощь, чаще всего сталкиваются со следующими заболеваниями. Острый аппедицит, язва, обострение желчнокаменной или мочекаменной болезни и другие. После реконструкции больницы в 2016 году было закуплено новейшее диагностическое оборудование. В отделении доступна система спай-глаз. Она обеспечивает прямую визуализацию поджелудочной железы и желчных протоков при эндоскопии. Используется для оценки предполагаемых доброкачественных и злокачественных новообразований, а также для лечения сложных случаев желчнокаменной болезни. Здесь достаточно серьезный центр хирургии печени. У нас есть оборудование, так называемое спай-глаз, которое позволяет выполнять манипуляции лечебные и диагностические в внутрепеченочных протоках. Такого оборудования точно нет в республике. Есть в регионах, в центральных регионах нашей страны, но в Татарстане точно нет. Отделение хирургии номер два университетской клиники является базой для студентов, ординаторов и аспирантов Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета. Здесь они получают как теоретические знания, так и практические навыки. Студенты приходят к нам на научную хирургию в третьем курсе. И фактически до выпуска мы их сопровождаем. Есть две комнаты учебные представлены непосредственно у отделения. Есть в цокольном этаже учебные комнаты. Теоретическая часть в этих учебных комнатах, а написание истории болезни, которая также регламентирована учебным планом, обходы с профессором, вы видели, с заведующим отделением, естественно, они осуществляются. И под курацией преподавателей их, которые тоже являются сотрудниками отделения, что немаловажно, естественно, практическая часть проходит в отделении. На всех этапах пребывания пациента врачи тщательно следят за его состоянием. В случае необходимости оказания помощи в максимально короткие сроки, специалисты рекомендуют обратиться в скорую помощь или напрямую в отделение хирургии для дальнейшей госпитализации. Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универньюз.